МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обсуждение проекта меморандума о сотрудничестве городских властей и ядерного центра продолжается. В этот раз на совместном заседании думских комитетов обсудили вопросы здравоохранения. Представители клинической больницы номер 50-го сказали о достигнутых результатах и проблемах, с которыми сталкивается саровская медицина. Подробности далее. Публичное обсуждение проекта меморандума в сфере медицины началось с выступления Сергея Окова. Главврач КБ-50 рассказал о том, что в Сарове уровень смертности от коронавирусной инфекции в несколько раз ниже, чем по Нижегородской области и по России в целом. Также в рамках программы переоснащения больницы приобрели новую технику на сумму более 65 миллионов рублей. Но большая часть заседания все-таки говорили о сложностях и проблемах городского здравоохранения. В клинической больнице по-прежнему остро стоит ряд проблем, решения которых с нетерпением ждут как сами медработники, так и жители города. Когда придут на прием хирурга, хирурга нет, и будет три недели. И когда ночью не оказывается того специалиста, который мусор не обходил, а вся проблема, конечно, в кадрах. Проблемы нехватки специалистов существуют уже не первый год. Программа привлечения кадров существует, но, по мнению сотрудников КБ-50, она недостаточно эффективна. Поэтому на публичном обсуждении представители команды ВНЕВ предложили свои варианты решения этой проблемы. Нам нужно привлекать и закреплять молодых специалистов. Вообще мы должны, получается, в городе разработать какую-то комплексную программу, в которой будут участвовать все стороны. Понятно, клиническая больница, как работодатель для этих молодых специалистов. Это муниципальное образование, как свои возможности в рамках действующего законодательства тоже должно использовать. Ну и, понятно, ядерные центры, госкорпорации. Вот если мы все навалимся, мы сможем решить проблему привлечения и закрепления молодых специалистов, возвращения наших ребят, которые отучились в медицинских вузах, сюда на работу. Достойная конкурентная зарплата, возможность приобрести собственную квартиру, повышать квалификацию, комфортные условия работы. Вот что сейчас необходимо для привлечения и удержания кадров, считают участники обсуждений. Также, по словам директора Федерального ядерного центра ВНЕВ Валентина Ефимовича, необходимо добиться реализации проекта нового федерального медицинского комплекса в нашем городе. Говоря о вопросах, связанных с комфортной средой обслуживания, конечно, ключевым элементом является развитие здравоохранения. И мы сделали все, и сейчас вот в рамках визита новый руководитель ФМБА Вероника Игоревна Скворцова, мы получили главное от нее обещание. Предоставьте техническое задание. Нет, сегодня нецелесообразно, как она сказала, заниматься реконструкцией отдельных зданий и сооружений, которые уже прожили почти век. Надо строить новый медицинский комплекс. Поэтому в сегодняшней части, я считаю, Единая Россия и наши коллеги, я разговаривал с Сергеем Борисовичем, вот здесь присутствуют коллеги из нашего медицинского сообщества, мы должны начать публичное обсуждение, а что же из себя должен представлять этот больничный комплекс. Дискуссии по вопросам здравоохранения длились полтора часа. Такое публичное обсуждение стало для жителей города прекрасной возможностью высказать свое мнение о медицине в Сарове. Со своими предложениями выступали ветераны, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями. Их просьбы и жалобы тут же были услышаны депутатами. Есть какая проблема непосредственно наших инвалидов, людей с ограниченными возможностями. Это доступ к специалистам, узким специалистам. Поэтому необходимо, как я считаю, создать для них условия, отдельные квоты по получению услуг узких специалистов. Действительно, эти люди находятся в той зоне риска, когда раз не пришел к врачу, и они же получаются, болезнь усугубляются. Поэтому я считаю, что эти вопросы нужно уделить в меморандуме. Его нужно отдельно с 40 противописать. Тут же за собой тянет и доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Внести свои предложения в раздел «Медицина» нового меморандума может каждый. Достаточно зайти на сайт командования в точка ру или позвонить по телефону 9 90 78. Надо обсуждать это, надо это выносить, надо это задавать, эти вопросы, надо ставить задачи перед депутатским корпусом и в основу этих задач ставить задачи перед будущей властью о том, чтобы она взяла на себя эти обязательства. Не просто читаться, что да, взяли, но не выполнили. Вот ситуация была такая. Обязательно выполнить. Следующее публичное обсуждение проекта меморандума пройдут 11 сентября. Главная тема – достойный эффективный труд и успешное предпринимательство. Приглашают всех желающих. В России создадут фенологическую базу данных о дикорастущих и культурных яблонях на территории страны. Принять участие в проекте смогут все желающие. Для этого до 1 ноября нужно наблюдать за культурными или дикорастущими яблонями, отмечать их сорта, дату массового созревания яблок, даты начала и конца листопада, вид и состояние плодов. Все эти данные с фотографиями нужно будет внести в базу фенологической сети РГО через личный кабинет. Собранная информация и ляжет в основу создаваемой базы, которую впоследствии смогут использовать биологи, экологи и другие ученые. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Управлении социальной защиты населения напоминают, с 1 октября этого года переводить некоторые выплаты и пособия будут только на карты платежной системы МИР. Это должно было произойти еще в июле, но из-за пандемии Кабинет министров принял решение не подвергать граждан опасности, связанной с посещением государственных учреждений. Получатели мер социальной поддержки просят до 20 сентября принести в Управление социальной защиты населения Сарова номер лицевого счета к оформленной карте МИР, чтобы специалисты могли внести в базу данных новые реквизиты. Записаться на прием можно по телефону 9-81-26-9-81-32 или на официальном сайте Управления усзн-саров.ру. Там же можно узнать, какие именно выплаты с октября можно будет получать только на карту платежной системы МИР. Запрет на посещение лесов будет действовать до 22 сентября. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства, объяснив ограничения тем, что на территории Сарова установилась сухая и теплая погода. Патрули из сотрудников городского лесничества будут привлекать нарушителей запрета к административной ответственности. При этом в городской управе напомнили, что территории лыжной базы и трапы здоровья не относятся к лесным массивам. В Сарове снова можно будет сдать нормативы ГТО. Как сообщили в спортивной школе, их будут принимать 20 и 27 сентября на стадионе ИКАР с 9 часов утра. Для того, чтобы принять участие в испытаниях, необходимо в обязательном порядке записаться на сайте sarov-sport.ru. Также при себе нужно будет иметь удостоверение личности и медицинский допуск. Национальный исследовательский центр имени Гамалей может получить разрешение на выпуск партии вакцины против нового коронавируса «Спутник В» для гражданского оборота на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщил заместитель директора Центра по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Лагунов. Исследование стартует на днях. И тут же мы должны получить разрешение. Есть процедура выхода партии в гражданский оборот. Она должна пройти соответствующую процедуру контроля качества в Росстрафнадзоре. Также в ближайшее время, с 10 по 13 сентября, мы должны получить разрешение на выпуск партии в гражданский оборот. Соответственно, с этого момента, как партия выйдет в гражданский оборот, начнется вакцинация населения, сказал он в интервью каналу «Россия-24». Сейчас препарат доставлен в медицинские центры, где в ближайшее время начнется вакцинация добровольцев в рамках третьего этапа испытаний. Вчера открылись несколько центров. Сегодня вакцина развезена по этим центрам, и в ближайшее время, в ближайшие дни стартует третья фаза клинических исследований, сказал Лагунов. По его словам, наблюдение за добровольцами в рамках третьего этапа исследований продлится минимум полгода. За последние сутки в России выявили 5 110 новых больных, из них 145 в Нижегородской области. В Сарове заболело еще 17 человек. Выздоровели 24 саровчанина. В этом году от гриппа должны привить 60% населения. Такое поручение дал Владимир Путин. Вакцинировать в первую очередь будут детей и пожилых граждан, а также людей из групп риска. В Саров первые партии вакцины уже привезли. О том, как будет проходить прививочная кампания в нашем городе, расскажем в следующем репортаже. Вакцинацию от гриппа этой осенью проводят двумя препаратами – флюем и совигрипп. Последние используют для прививок детей и пациентов старше 60 лет. Медики утверждают, что иммунизация – один из самых эффективных способов борьбы с гриппом. Однако не все доверяют такому методу. Многие, наоборот, боятся заболеть после прививки. Они безопасны, абсолютно безопасны, не содержат консервантов. Надо сказать, что при вакцинации невозможно заболеть гриппом. Вот это ошибочное мнение. Наоборот, иммунизация позволяет избежать осложнений, которые, к сожалению, в последние годы приводят к летальному исходу. Роспотребнадзор предупреждает, что этой осенью появятся три новых штамма вируса гриппа, от которых население еще не прививалось. Поэтому вакцинация особенно актуальна. Иммунизация важна для пожилых людей, детей, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин со второго триместра. Противопоказанием к вакцинации являются наличие температуры, аллергические реакции на куриный белок и тяжелые реакции на предыдущие введения вакцины в виде высокого подъема температуры, кожные реакции. Прививаться или нет, каждый решает сам. По мнению врачей, только благодаря неуклонному следованию календарю прививок в нашей стране удалось избежать большого количества смертельных исходов и осложнений от коронавируса. Пройти вакцинацию от гриппа можно в поликлиниках города по месту жительства. В городской художественной галерее открылась юбилейная выставка «Архидети», посвященная 45-летию детской школы искусств. Здесь можно увидеть работы в самых разных техниках. В том числе в экспозиции представлены и так называемые архитектурные сказки. Подробнее о новой выставке расскажем в следующем репортаже. Самокат из фруктов, маски из пластика, макеты из бумаги. Воспитанники отделения архитектуры детской школы искусства готовы удивить посетителей художественной галереи. Выставку «Архидети» приурочили к 45-летию ДШИ. В основу экспозиции легли более сотни самых необычных работ школьников. Техники самые разнообразные. В основном, конечно, здесь много бумаги, макетов, потому что наше отделение особенное, архитектурное. Поэтому мы очень большое внимание уделяем объему пространственной композиции, работе с бумагой, макетированию. Еще одна юбилейная дата в ДШИ – 25 лет отделению архитектуры. За четверть века у преподавателей накопился богатейший опыт работы с детьми. Под их руководством школьники создали сотни уникальных проектов, многие из которых не единожды поражали жюри областных и всероссийских конкурсов. В заднем плане представлена работа, называется «Архитектурные сказки». Дети выбирали архитектурный стиль и придумывали сказку. И по сюжету этой сказки делали иллюстрацию. И потом создавали макет этой иллюстрации. Выставка «Архидети» будет интересной не только учащимся ДШИ и их родителям. Воплощенные в макетах смелые детские идеи придутся по душе всем ценителям прекрасного. Тем более, что у гостей будет возможность лично пообщаться с авторами представленных работ. Узнать, что же здесь было за задание, потому что в обычном склеенном листе, который разворачивается и превращается в объемный замок, оказывается таится путешествие, сказочное путешествие, сочиненное детьми с персонажами, которые по этой сказке путешествуют. Там можно открыть какие-то детали, посмотреть в отверстие и увидишь пространство комнаты. Выставка в художественной галерее продлится до середины октября. Записаться на нее можно по телефону 702-87, без возрастных ограничений. Станция юных техников объявила набор ребят на следующий учебный год. Через портал «Навигатор» родители могут выбрать интересующий их кружок, познакомиться с программой занятий и выбрать подходящее расписание. Всего на станции работает 18 объединений, из них 15 технической направленности. Подробности в следующем репортаже. Станция юных техников существует в нашем городе с 1968 года. Здесь занимаются ребята в возрасте от 5 до 18 лет. Педагоги проводят занятия по техническим и творческим направлениям. У нас работают следующие кружки. Кружок «Умелые руки». Это в основном кружок для мальчиков, где они учатся работать с различным инструментом, выполняют работы кроме бумаги еще и с деревом и с металлом. Сотрудники станции юных техников приглашают ребят в кружки «Мир компьютера», «Основы электроники», «Оригами», «Юный техник». В этом году и здесь открывается новое направление – ментальная арифметика. Сюда могут записаться дети от 5 до 8 лет. Педагоги научат малышей быстро считать в уме с помощью специальных счет «Абакус». В этом возрасте у детей еще очень сильно ассоциативная память. То есть они запоминают, глядя на какую-то картинку. И вот ментальная арифметика как раз и позволяет задействовать оба полушария. То есть они смотрят, запоминают на «Абакусе», да, это задействовано правое полушарие, а когда они считают, уже в уме складывают цифры – это левое кружение. Записать в кружки детей родители могут через специальный портал «Навигатор». Для этого необходимо зайти на сайт, выбрать город, учреждение дополнительного образования, сюд, найти раздел «Кружки» и записать ребенка. Занятия на станции юных техников бесплатные. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей.